Вместе с россиянами скорбят и в странах Содружества. К ДИП-представительствам люди несут цветы, игрушки, зажигают свечи. Выразить соболезнования и почтить память погибших в подмосковном Крокусе Тихоле, жителей или гостей в Баку, второй день приходят к посольству Российской Федерации в Азербайджане. Над зданием ДИП-представительства приспущен флаг, а также открыта электронная книга соболезнований. С раннего утра люди несут цветы и детские игрушки к воротам посольства. Это страшная трагедия, которая потрясла весь мир. Столько невинных жертв. Их расстреливали в упор. Это страшно видеть, об этом страшно слышать, слушать. Русская община Азербайджана одна из первых выступила с заявлением. Мы выразили свои соболезнования семьям погибших. Пожелали скорейшего выздоровления всем раненым. А также пожелали стойкости и мира всему русскому народу. Чисто по-человечески очень трудно находить какие-то слова. Это боль, болит душа. Когда болит душа, слов не ищут. Просто очень больно. Очень сложно говорить. Простите. Мы скорбим. Жители Молдовы скорбят вместе с россиянами. К посольству страны в Кишиневе продолжают нести цветы, игрушки и зажигают свечи в память о погибших в трагедии в Подмосковье. Стихийные мемориалы появляются и в других городах республики. Люди сопереживают горю, выражают соболезнования семьям погибших и молятся о здоровье тех, кому удалось выжить. Терроризму оправдания нет и не может быть. Сегодня все здоровые силы, все люди, которые искренне сопереживают Российской Федерации, гражданам России, сегодня здесь приносят цветы и выражают, наверное, самые сокровенные свои мысли. Главное, которое состоит в том, что Молдова вместе с Россией. Искреннее соболезнование всем погибшим и тех людей, которые в больнице, скорейшего им выздоровления, чтобы они поправились, Молдова с русским народом и мы с вами. И самые искренние соболезнования – это страшная трагедия. Как я могу поддержать? Только словом, только пожеланием, чтобы выдержали это. К дипломатическому ведомству приходят семьями с детьми. Многие не могут сдержать слез. В Национальный день траура в России в посольстве страны в Кишиневе приспустили флаг.